Вот такое море я люблю. Вода 19 градусов, небольшой шторм. Никого нет. Прошел уже три волнореза. Ровно 3-4 человека здесь. Рыбаки. И цвет потрясающий. Очень красиво. Прохожу дальше. Начинаются вот такие пляжи для смельчаков. Это именно дикий пляж. Вон мужик лежит голый. Вода здесь будет холоднее, потому что солнце с той стороны светит. Хоста. Понравился мне этот пляж в Хосте. Вот сейчас часов 10 утра, май, месяц. Никого нет. Вода чистая. Это с левой стороны, тут второй и третий. Возле вот этого вот волнореза. Такого самодельного такого-то. Вот. Очень много попадается здесь. вот таких вот намыто рапанчиков, среди которых есть и вот такие вот целенькие. В общем, здесь их раньше я не видел, а здесь их прям очень много. Ходишь и везде они видят. Даже большие есть. Вот целый. Ну как-то относительно целый. Не сильно перетертый. Вот сколько насобирал ракушек. Перетертых. Перетертые насквозь. Как амфоры. Как амфоры выглядят насквозь. Перетертые вот такие. Видно, что внутри. А вот эти целые. Вообще место классное. Я не ожидал, что в Хосте будет так хорошо. Городские пляжи производят совсем другое впечатление. Здесь нет поперечного волнореза. Чистая морская вода. Вот такой волнорез недоделанный или что это. Непонятно. Самодельный какой-то. Сейчас хочу попробовать пройти по этому недоделанному волнорезу и сделать изъемку. Как получится посмотреть. Вот такой волнорез. Неужели это все волнорезы выглядят так. В период их постройки. Естественные волны. Естественные волны. Пришел какой-то поезд. Испортим все. Идет. Ну ладно. Ну ладно. Поезда слышно приходящие, если они идут по внешнему периметру. Приходящие уходят в тоннель и их практически здесь не слышно. Можно продолжить идти. Страшно. И неустойчиво. Но классно. Эффект. Я так полагаю, тут уже есть определенная глубина. В конце волнореза всегда глубина метра три-четыре. Может и больше. Так я вам скажу. Я передвигаюсь не быстро. Потому что сами понимают. Здесь в конце уже, наверное, крабы ползают. Или что это такое? Непонятные. Не пойми кто. Сюда краб. Вот он. Крабы тут по углу. Для ловли краба нужно определенная осторожность. И вот конец этого волнореза. Его нос, так сказать. Он тут развален уже весь. Глубина тут, наверное, метров несколько. Сейчас дно вроде не просматривается. Тут вроде бы дно. Буквально. Думаю, два метра есть. Да, заходить здесь особенно страшно. Потому что много камней. Заходите, он не советует. Разве что походить поверху, половить крабов. Телегически ходят. Такая вещь. Телегически ходит. Такая вещь. Такая вещь. Такая вещь. Такая вещь. В общем-то, где он залит бетон? Не понятно. А может быть его сделали в Олимпиаде? Телегически ходит. Такая вещь. Я думаю, что он стал здесь. Тогда нужно было укреплять, где угод. Мыс. И укрепить железнодорожные насы. Не знаю. А там то местные жители будут гостега. крабик греется и у него совершенно не видно вот Продолжение следует...